Вышли вечером. Должен быть, как называется, топоросский пасхальный костёр. Вчера был, говорят, сегодня тоже. Только где, не знаю. Но костром уже пахнет. Пахнет. Привет особый. Училкам передаю. Люди такие интересные. Бывает, напишу название. Выскакивает. Первую букву вижу, поставлю слово. Толком не концентрируйся в своём внимании. Плюс... А, вон уж далеко. Плюс... Я уже 25 лет живу в Германии. Мы тут разговариваем на сурджике. Употребляем много слов из польского языка, с украинского, с немецкого. Нет, надо кому-то написать и сказать, что это неправильно. Ты должна знать. Схиралия что должна знать? Он очень далеко. Но вряд ли мы туда пойдём. Это я приблизила. Но он далеко. Если я уже приблизила, и он такой маленький, это идти далеко. Нет, это далеко, ребята. Это нам сейчас выйти там на дорогу, потом туда... Нет, это очень далеко. Это далеко. Нет, больше. Далеко уже здесь воняет. Представляешь, как мы там завоняемся на этом костре. В каждом домике немцы русскоязычные. Так, что теперь? Куда? Сюда. Вот сюда. Сюда. Видите? Куда? От Сусанины. Я в шоке. Народ гуляет, ходит. У меня ещё полторы бутылки вина осталось, между прочим. А уже праздники подходят к завершению. Ощудевается. Птички поют. Дымом пахнет. Но далеко не пойдём куда такую даль. Свощи разведём костёр. И будет остафое. Ой, девочки, ой, мальчики. Да не все занятые домики. Не все. Птицы как поют. Всякие-то уже разговоры слышу. А-а-а-а-лё. Прогуляемся перед сном. Да, Серджио? Да. Приветики. Приветики. Вот приехали в такую погоду. Выехали, что характерно, точно такую же. Мы могли бы вечером выехать. Мы могли бы и завтра. Но завтра на работу. У нас завтра день-то опочень там. Короче, выехали с дождём. Приехали с дождём. С таким сильным, что на автобанах везде видимость ноль. Лужи стоят просто. Затапливает. Просто затапливает. Это какой-то кошмах. Плюс девять. Плюс девять. Блин, льёт. Всё. Всё. Заливает напрочь. Тихонько там колотится. Всё. Теперь работать. До следующего отдыха. Просто заливает. Девочки, черепаха. В мою коллекцию. Вот, что-то она такая тяжёлая. Я бы, чтобы полочка не рухнула. Янтарь, помните? С Оззей, которую Серёжа нашёл. Вот такая черепашка. Железная. Морская черепашка. Ну, прикольная. Вообще недорога. Пять ойр. Только черепашкой, конечно, убить можно. Как и вот этой, собственно говоря, гранитной. Вот в Италии сложно всего было найти черепаху в Италии. Всё облазило. В Венеции, везде смотрела. Вот, потом нашла только вот такую. Вулканический камень. Черепахи-тортилы у меня. Такая самая злобная. Это всё за... Господи. Египта. Самая злобная. Причём у них у всех вот такие лица, физиономия там в Египте. Какую-то дружелюбную выбирала. Не было. Это я. В молодости. Угу. Такие черепахи. Это Артём мне рисовал на камне. Свет плохо падает. На мраморе чёрном. Плохо видно, свет плохо падает. И, конечно, очень мне понравились такие оригинальные ручная работа. Ни у кого таких нет, идентичных. Потому что это... Они даже между собой немного разные. Я Николе покупала в России серебряные. И там снегири с красным пузом. А это вот такие птички. Как он? Бирюза, по-моему. Камешек. Называется. Такие. Русская лота брали с собой. Играли там. Вот такие. Там много всякого красивого было. Ну, те такие более-менее такие оригинальные. Там просто камушек на висюльке. Ищу чего-то. А эти мне вот сразу приглянулись. Больше таких нет ни у кого. Даже если сделают они ещё раз, они всё равно будут отличаться. Сижу, это самое. Отходим. Баляюсь на диване. Завтра на работу. И у меня так ноги болят. Бока так. Там такой неудобный матрас. Был мягкий. А я не могу на мягком спать. У меня всё костью болит. Сидим. Балдеем. Завтра уже на работу. Спрашивал, с кем вы ездили. С родственниками ездили. С родственниками. Все, кто давно меня не видел, сейчас видят, говорят, выкини свой телефон. На тебе нет столько морщин, сколько телефон тебя показывает. Я говорю, да. Всё равно. Сейчас залезла какая-то, написала. Женщина, вы юмор не понимаете. Какой юмор? Под каким видео? Чё-то я не помню. Я юмор не понимаю. Ой, как я не понимаю. Юмор. Мама моя дорогая. Не понимаю. Что-то дети не съели. Ну, пускай Серёжа доедает. Прям, чё с этим? Как жить-то с этим? Не обращайте на мой внешний вид внимания. Я этот, балдею. Я на диване лежу, балдею. Чё-то голова разболелась от дороги. Но дорога была ужасная. Это дождь. Видимость вообще ноль. Это какой-то пипец. Сюда заехали. Вот сейчас прекратился. Лужи стоят, не уходят. Всё позабивалось. Такой ливень был. Это вообще просто. Что там вот начался. И как мы выехали всю дорогу. Что здесь? Просто жесть какая-то. Ну, нормально. Отдохнули, поржали, погуляли. Нормально. Поели. Так, вот такой, такой это праздник живота был. Вино свое, которое я брала, конечно, сегодня полбутылки. Больше, чем полбутылки, вылила там. А ещё бутылку привезла. С меня такой пивака. Ну, опять же, это кто знает меня, а там те, которые говорят, алкашка, то ради бога. Так что, вот такие вот дела. Отдохнули. И сейчас, сейчас у нас апрель, кстати, с первым апрелем. Праздник дугачков. Ну, это кого надо, да не знаю. Большая часть сидит вот таких людей, чиновников. Там вот, это их профессиональный праздник. Вот их я поздравляю. День дурака же, а там вот большая часть. Не говорю, что все, но вот большая часть. Скорая понеслась. Такие вот делателишки. Ну, короче, все было нормально, все было замечательно. Ну, мало. И погода хотелось бы посудить. Ну, опять же, что, март, конец марта. Что там? Кто там несется? Ну, и вот, и мыло окно. А что толку с такими дождями? Вот и началась вся рабочая неделя. Работаем. Веселимся, работаем. Кстати, наше правительство о нас очередной раз подумало, чтобы нам легче жилось со вчерашнего дня легализовано. Канабис, кто он, конопля? Это вот так вот, чтобы нам веселей жилось. Чтоб веселей нам жилось. Несмотря на то, что происходит в мире, покурил и весело. Всегда говорю, наши о нас думают. Они не просто там сидят, как вы думали. Они думают, думают. Как бы людям веселее жилось. Я никогда куртку зимнюю не сниму. Ну, теперь им даже будет разрешено, то бишь, нам будет даже разрешено, я не знаю, как они будут исчислять эти промиллы в этом наркотическом одурманивании за рулем ездить. Некоторым. Чего? У нас же мало придурков за рулем. Теперь будет больше. Зато, опять же, нет плохого настроения, нет никаких депрессий, ничего нет. Все продумано. Ой, все время, что ты злая, что ты злая. Все. Теперь я буду веселая всегда. Вот так-то вот. они зря сидят там, зря ничего, такие умные мысли приходят. Угу. Интересно, продукты будут добавлять, нет? Я вообще от этой новости просто в восторге. Недаром с 1 апреля оно стало легализованным быть. Ух, день дурака. Угу. Красота просто. Заживем сейчас. Боже. Вот у меня аж этот, на радостях аж глаз сдергаться стал. Да. Это вам не бирюльки играть. Все, теперь можно. Можно. Че, хотишь, то и делаешь. Да. Видишь, время придет, еще что-нибудь интересненькое придумаю. Вот так. Они думают, ой, мне же опять кушать надо, я уже на это мясо смотреть не могу. Ну, что, привезла с собой лишние килограммы, теперь надо работать. Но уже позволяла себе столько этого шоколада, что просто у него постижило. Че, я вдруг так расслабилась, не знаю. Надо брать себя в руки. У меня мяско есть. Да, вот такие вот у нас интересные, веселые дела. веселые. Вы знаете, вот после той чистоты из Голландии приехала, вот сегодня я иду, думаю, блин, столько сидит безработных, вообще, столько безработных, ну, почему бы их не трудоустроить туда? ведь это надо убирать. Сегодня вот разговариваю, да, с Шофини, говорю, ну, вот почему так делается? Тут же живете и тут же вот так засираете, да? Естественно, это много идет от родителя, как ты приучил, да, вот как мои соседи, да? Если их родители не приучили, соответственно, и своих детей не учат этому. и вот потом вот такое бардак происходит. Ну, вот где живешь, там и мусоришь, вот это я точно не понимаю. Так, мясо у нас будет и еще бы чего-нибудь, ну, сейчас придумаем. Так что, девочки и мальчики, мы впереди планеты всей. Идем весело в припрыжку. Все, все, все. Теперь вот этим всем вот все проблемы решатся. Вот оно стояло в одном месте, ухудшалось, ухудшалось, а теперь как вот можно будет эту коноплю курить. Все, проблемы все решатся. Однозначно. я даже не сомневаюсь, я вообще не сомневаюсь нисколько в нашем правительстве. Ни на секундочку не сомневалась, что только умные решения идут из их головы. Только умные решения. Дураков туда не берут, между прочим. я еще предлагаю разрешить пистолетики. Почему бы нет? Они как раз может и пригодятся. Вот ты обкуришься и как раз пригодятся может быть. Почему нет? И все. И тогда кнопочку точно не надо будет нажимать. Мы сами справимся все. Оскара наводать и все. Вот Оскар за такое решение. Оскара в студию Оскара. Так, ладно, девочки, все хорошо. Болтать хорошо, но надо питаться.